Креативные, инициативные, активные учащиеся областного лицея решили отметить Всемирный день снега на лыжах. Они соревновали в спортивных эстафетах на скорость и выносливость, поражали мишень и преодолевали препятствия. И как всегда вместе с ребятами двигатель лицейского состава и сам активный участник всех мероприятий – директор Наталья Калиновская. Отстать от своих ребят она ну никак не могла. В преддверии Всемирного дня снега мы решили организовать у нас в лицее спортивный праздник – лицейская лыжня. Который, я уверена, принесет много положительных эмоций, памятных воспоминаний и, самое главное, заряд бодрости на дальнейший продуктивный учебу. Умники и умницы – победители всевозможных олимпиад, различных конкурсов и спортивных состязаний. Для лицеистов нет ничего невозможного, поэтому зимняя лыжня им тоже покорилась. На лыжной эстафете атмосфера радости и спортивного задора. Пока участники старательно преодолевают дистанцию, болельщики тоже не стоят без дела. Команда поддержки, вообще супер команда поддержки, поддерживает и это на самом деле очень придает сил. Ваша команда выигрывает сейчас? К сожалению, нет, наша команда проигрывает, но мы всей душой болеем и думаем, что мы вырвемся вперед. Как вообще настроение? Очень хорошее, веселое, бодрое. Соревнования были увлекательные, игра была напряженная, команды получились спонтанные, но эмоций от этой игры очень много. Позитивных моментов достаточно. И, наверное, все-таки сказывается то, что давно не было снега, большинство уже отвыкло, и было грех не воспользоваться такой возможностью покататься на лыжах. Не смогли отказать себе возможности покорить Брестскую лыжню и в 20-й школе. Куль, привет! Ребята и преподаватели с нетерпением ждали удобного момента, когда выпадет снег и можно будет встать на лыжи. Уже два года как не было зимы. И вот 2021 год принес нам красивую зиму в январе. И мы решили воспользоваться этим моментом и провести в рамках шестого школьного дня лыжню для учащихся старших классов. В 10 часов к нам приходили 8-й и 9-й класс, мы с удовольствием соревновались, катались, лепились, смеялись. Сейчас у нас уже старшеклассники. Ну, всем дарим хорошее настроение зимнее, позитив, здоровье. Мы за ЗОЖ, за здоровый образ жизни. Я сюда пришел, сходить на факультете по Белорусскому, а так случилось, что мы увидели каток и пошли сюда посмотреть. И оказывается, что тут всем разрешается кататься. А весело здесь? Очень. Планирую, может, два часа покататься, несколько кругов сделать. Готов был отложить все свои дела и заместитель председателя Брестского облсполкома Геннадий Борисюк. Мониторинг шестого школьного дня у него получился достаточно активным. Я сегодня посетил несколько школ в Московском районе, в Ленинском районе. И в целом могу сказать, что есть подготовка, есть желание со стороны руководителей учреждений образования, желание со стороны учеников заниматься лыжным спортом, использовать лыжный инвентарь и проводить различные соревнования. Практически в течение года мы держали на контроле комплектацию наших учреждений образования зимним инвентарем, выполняя поручения президента, готовились к зиме. В общем, в целом, наверное, первые шаги, скажем так, к такому качественному подготовке наших детей, занятия лыжным спортом, проведение различных снежных праздников. В общем-то, хочу сказать, что все это есть. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания Буктовая.